Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш молитвенный марафон. Предыдущие два дня мы говорили о важности, о силе ходатайственной молитвы. Сегодня и завтра у нас следующие темы под общим названием «Злые духи». Сегодня наша тема «Злые духи. Часть первая». В обычных условиях я не стал бы посвящать целые два дня размышлений сатане и его злым духам. Однако, поскольку мы изучаем тему чудес и избавления, важно, чтобы мы понимали реальность сатанинских сил, против которых сражаемся. Павел хорошо осознавал реальность злых сил. В послании к Ефесину он заявляет, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Благая весть состоит в том, что нам не следует бояться этих духов, если мы верим в Иисуса Христа. Почему? Потому что Христос был превознесен над всеми злыми силами. Павел ясно говорит об этом. «Которую силою он, Бог, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя Его не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставив Его выше всего главою церкви». Иисус заверил учеников, что они не должны страшиться дьявольских сил. «Се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Христос был способен дать отпор демонам, в какой бы форме они себя не проявили, будь то болезнь, недомогание или одержимость. Таким же образом и христианин во имя Христа получает силу и власть над сатанинским влиянием. Семьдесят учеников испытали эту силу. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Читая Библию, мы обнаружим, что многие демоны названы в соответствии с разрушительной деятельностью, которую они совершают. Вот некоторые из демонов, перечисленных в Ветхом Завете. Дух ревности, дух блуда, дух вероломства, дух лжи. Новый Завет также называет многих злых духов по имени. Изгоняя бесов, Иисус часто использует обращение. Вот несколько примеров. Немой дух, немой и глухой дух, и дух боязни. Библия ясно показывает, что против человечества действуют злые духи. У каждого из них есть своя специализация. Я полагаю, это имеет смысл. Они разумные существа, созданные Богом, как и мы. У каждого из нас разные интересы и обязанности в жизни. Со злыми духами дело обстоит точно так же. Каждый занимает свое место в иерархии демонических сил и выполняет особое задание во вред человечеству. В следующей цитате Эллен Вайт недвухсмысленно заявляет о существовании злых духов, с которыми нам приходится бороться. «Сила и злоба сатаны и его воинство могли бы вызвать у нас законное чувство тревоги и волнения, если бы мы не имели надлежащего убежища в могущественной силе нашего Искупителя. Мы тщательно запираем наши дома на засовы и замки, чтобы уберечь имущество и жизнь от злых людей. Но как редко мы думаем о злых духах, которые постоянно ищут доступ к нашему сердцу и от которых мы собственными силами не способны защититься. Если бы только им было позволено, они бы затуманили наш рассудок, растерзали бы наше тело, уничтожили наше имущество и жизнь. Страдание и разруха приносят им неподдельную радость». Она также называет по имени некоторых злых духов в своих трудах дух эгоизма, дух жадности, дух борьбы, дух черствости, демон невоздержания и дух потворства аппетиту. «Можно еще долго перечислять злых духов, но, думаю, суть ясна. И Библия, и Эллен Уайт признают существование демонов и отвечают, что они выполняют конкретные задачи в хорошо скоординированной атаке на человеческий род». Иисус обличал злых духов и повелевал оставить одержимого человека. Эллен Уайт следовала такому же методу борьбы с ними. «Сатана и сегодня овладевает людскими умами. Трудясь на Ниве Божьей, я вновь и вновь встречала людей, одержимых сатанинским духом. И во имя Господа я запрещала злому духу находиться в этих людях». Можно было бы перечислить гораздо больше демонов, упомянутых в Библии и произведениях Эллен Уайт. Цель размышления не в том, чтобы составить исчерпывающий список демонов, а в том, чтобы удостовериться в реальности существования злых сил, которые оказывают на человека пагубное влияние. Однако человек, верующий в Иисуса, имеет над ними власть. Личные размышления и обсуждения. Что Павел сказал о темных силах, с которыми христианин враждует? Что Библия говорит о положении Иисуса по отношению к сатане и демонам? Какую силу Иисус дает своим ученикам? Какие имена демонов перечислены в Библии и трудах Эллен Уайт? Имеет ли христианин право обличать злых духов? Молитвенное задание. Молитесь вместе с вашим молитвенным партнером о том, чтобы Бог исполнил вас своим духом, о вере в то, что Иисус дает вам власть над темными силами, о людях из вашего молитвенного списка. Мы размышляем сегодня о злых духах. Первое, что важно помнить, что сатана прилагает максимум усилий, чтобы мы не верили в существование его или злых духов. И многие люди, живущие сегодня на земле, они не задумываются даже об этом. Они не задумываются о том, как важно не становиться на сторону сатаны, как опасно, когда мы ищем силы, помощи, поддержки у него. Потому что одержимы злыми духами этой реальности. Да, есть и в Библии, и сегодня яркие моменты, страшные моменты, когда люди в буквальном смысле все видят, что они одержимы. Это действительно бывает страшно. Помню один момент, когда в одном из сел мы проходили с газетами, раздавая их подписчикам, ища новых читателей. И там вижу женщину в какой-то такой старой одежде, она сидит на бордюре на обочине дороги. Думаю, подойду к ней, предложу ей тоже. Когда я подошел к ней, она как подскочила, как начала кричать непонятным, каким-то невообразимым голосом. Знаете, первое, что у меня была реакция, это просто я убежал. Потом я анализирую эту ситуацию, задумываясь, я понял, что у нее, вероятнее всего, одержимость. Но есть и моменты одержимости, которые мы не задумываемся. Библия говорит о том, что когда мы с Господом, то мы умерли для греха. В жизни каждого из нас могут быть грехи, которые мы любим, которые именно один, два, несколько моментов грехов, к которым мы вновь и вновь возвращаемся. Мы порой не задумываемся о том, что это тоже форма одержимости именно этим грехом. Мы еще порой это называем зависимостью. Когда мы читали вот об этих демонах, демон невоздержавания, дух потворства аппетиту, дух жадности, дух эгоизма, дух черствости, и в Библии Христа тоже сказано о духе лжи, дух вероломства, дух ревности, дух блуда, то как важно, чтобы сегодня мы молились о двух моментах. Первое, о чем важно нам молиться, чтобы мы полностью были преданы Господу, чтобы не было ничего, что разделяет нас Господом. Как сказано в Библии, грехи ваши произвели разделение между мной и вами, говорит Господь, чтобы этого не было в нашей жизни, чтобы мы помнили, что Бог дает нам силу, Господь с нами. Он говорит, даю вам силу и власть побеждать и наступать на них. Со Христом для нас нет ничего невозможного. Второе, о чем важно молиться, чтобы эту тему мы могли раскрывать нашим близкими и родным, чтобы мы могли предостерегать об опасности, которая может быть, если мы не с Господа, и что мы могли им говорить о том, что есть злые духи, есть дьявол-сатана-обольститель, который стремится, чтобы люди отдалились от Господа. И сегодня мы вместе молимся о вере в то, что Иисус дал нам власть над темными силами. И продолжаем молиться о людях из наших молитвенных списков. Помолимся вместе. Господи, благодарю Тебя за милость, любовь, силу, которую Ты даешь каждому из нас. Боже, я прошу о том, чтобы у каждого из нас была вера в то, что с Тобою мы можем преодолеть любые сложности. Что с Тобою мы можем победить злых духов, которые могут оказывать влияние на нашу жизнь. Господи, я прошу, освободи нас, помоги нам, чтобы это была не наша победа, не наша услуга, потому что без Тебя мы не можем. Но чтобы Ты действовал в нашей жизни и мог освободить нас кого-то от эгоизма, кого-то от жадности, зависти, невоздержания, от осуждения, от многих других моментов, которые могут быть в нашей жизни. Господи, освободи нас и по манья, что мы были теми, кто несет надежду людям, которые рядом с нами. Боже, мы продолжаем молиться о людях из наших молитвных списков, чтобы и в их жизни не было моментов, когда злые духи оказывают влияние. Просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь.